Извините, Оксанферна, вы сказали про остатки. Вы знаете, наверное, в Авдарме уникальная ситуация. В Авдарме, наконец, года было около 400 тысяч лет. Это были остатки населенного пункта, которые Авдарма планировала, ну, сама планировала раскладывать на определенные цели. Но в связи с тем, что исполком вовремя не расплатился по каким-то другим статьям расходным, нам предложили им в село раскладиться за счет своих остатков с тем, что потом им вернут эти деньги. Получается, что исполком не только не отдал Авдарме, еще залез в карман населенного пункта и потратил 400 тысяч лет, которые, ну, Авдарма, наверное, имела на что потратить и планировала потратить. Конечно, я буду возмущена. Конечно, я буду против такого подхода к составлению бюджета и к такому расходованию денежных средств. Мы правильно имели по статистике по полтора миллиона, миллион, двести переходящих остатков. Мы могли за счет этих остатков планировать и свои какие-то капитальные инвестиции. Но в этом году мы не получали еще даже цифры по капитальным инвестициям. Мы ничего не можем планировать, что по садикам сделать, что по другим объектам сделать. Обычно мы имели эти цифры буквально в декабре месяце при утверждении бюджета. И тогда мы планировали месяц с местным советом, какие объекты-приоритеты. И мы готовили сметки, проекты и все остальное. Уже март месяц, у нас цифры нет. Когда эти проекты сметки, год закончится, эти деньги мы не сможем просто использовать, если растянем еще прием бюджета. Почему я хочу, чтобы бюджет принялся? Потому что пока не примется бюджет, мы не увидим эти цифры. Этот год практически он пройдет пустой, если, как говорят, перенесут выборы, а потом после выборов, как вытвердят, будет сентябрь месяц, когда готовить эти проекты и сметы, и найти еще и тендера провести. Вот такие ситуации попадали, когда за месяц проводили тендера, и скомканно все это дело. Понимаете, это неправильно. Скажите, пожалуйста, извините, в прошлом году ваш неосъемный пункт выполнил бюджет, который планировал? Да, у меня бюджет по местным сборам на 106%. У меня все деньги... Я знаю, во всех населенных пунктах Гагаузии картина такая. То есть все премари, несмотря на то, что год был сложным, справились со своими обязательствами. Справился и государственный бюджет, тоже выполнил те планы, которые были намечены. Только единственное, Гагаузия не справилась. Для Гагаузии, наверное, мы болели так же, как болели в целом по всей Молдове. Засупа, наверное, затронула так же и другие регионы. Ну, может быть, нас чуть больше. Но почему-то в премариях бюджеты исполнены, только единственный исполком не смог выполнить свои обязательства. А не смог выполнить свои обязательства, потому что и в прошлом году предложил бюджет, в котором были завышены доходы. В этом году нам предлагают опять принять бюджет с завышенными доходами. А виноваты во всем и в конце оказываются депутаты. Мы хотим это остановить. Потому что если и в этом году мы бы приняли тот бюджет, который был предложен, и первый вариант, и второй, это единственное ведет и уже привело к тому, что наша Гагаузия находится вот в таком беденном состоянии. Сегодня будут обращаться и судиться с примарами, но не с исполнительным комитетом, не с башканом. Какая красивая позиция сегодня у башкана. Она ни в чем не виновата. Все то, что она делает правильно, все то, что она показывает свою деятельность, она очень активно продвигает нашу Гагаузию, а в конце концов только Гагаузия оказалась в таком тупике. Извините. Спасибо.